МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала вести из Екатеринбурга, где отлично выступили на первенстве России по адарт спортсмены Удмуртии. Арина Харитонова и Анна Борискина стали победителями парного турнира. В общем зачете наша сборная девушек заняла первое место, юноши стали третьими. В рамках этого старта прошел и международный турнир Екатеринбург Юниор Мастерс, на котором в личном разряде золото и серебро выиграли ижевчанки Харитонова и Борискина. А в подмосковном городе Протвино на чемпионате страны по армрестлингу отличился наш земляк Жирайр Габриэлян. В весовой категории до 65 килограммов он завоевал бронзовую медаль в борьбе на левой руке. Поздравляем спортсмена и его наставника Сергея Турлакова. Есть чем поздравить и триатлонистов в Удмуртии. В Березняках на заключительном этапе Кубка России, Кубки Федерации триатлона страны, они завоевали три медали. В мужской элите золото выиграл Рафик Гизятов. Сергей Захаров был третьим, Рината Гизятова в возрастной группе девочек 13-14 лет была первой. Рафик Гизятов стал и обладателем Кубка страны. В Международной ассоциации спорта эту игру разработали специально для людей с ДЦП. В 1984 году ее признали паралимпийским видом спорта. Сегодня игра в боча набирает популярность в Ижевске. Спортсмены из Удмуртии выступают успешно на всероссийских стартах, а в апреле отправится на чемпионат страны. На одной из тренировок ребят побывала наша съемочная группа. Только улыбки, только позитив ребята активно постигают, а за игры нисколько не смущаясь по началу своих неумелых действий. Кидать мяч рукой и даже ногой сложно, но можно. Это быстро понял Михаил Филиппов. Сегодня он уже заправский, катит снаряд и точно в цель. И физически покрепче стал он. Даже то, что мы сидели дома, все от кровати до компьютера, от кровати до компьютера. А сейчас до такси дойти надо, от такси до зала дойти надо. Все равно все это тренировки, все это крепче становится. А еще Михаил приобрел новых друзей. И не виртуальных, как это было раньше, когда его жизнь ограничилась только пределами квартиры и общением в соцсетях. Сегодня он выезжает на тренировки по два-три раза в неделю. Не пропускает занятия и Михаил Вичканов. Он успешно тоже осваивает эту игру. И не скрывает, мечтает о спортивных победах. У меня вот радость, то, что я победил. Победа, радость, эмоция. То есть она мне не заканчивается. Когда я еду до дома, она мне не заканчивается. У меня эмоция, что я победил. 12-0 победил. Там 13-1, то есть в пользу меня. То есть мне эта эмоция, то есть я победил. Несмотря на всю легкость, бочи требуют точности, собранности и концентрации. Те, кто сначала не мог даже мяч держать в руках, со временем приспособились и уже самостоятельно его бросают. Кстати, заниматься этим видом вежевские теперь могут и инвалиды самой сложной квалификационной категории BC3. С нерабочими руками и ногами они играют головой с помощью специального приспособления. Это те ребята, кто не могут руками в игру внести в поле. Они специально играют. У них есть так называемые поинты. Или могут они этот поинт держать в зубах или на голове, на шлеме приспособлено. И при специальном жёлобе. У нас это жёлоб есть. Мы много лет уже тренируемся, развиваем доступные для инвалидов самые тяжёлые категории инвалидов, которые двигают нарушение в четырёх конечностях. Это детские церебральные проличьи, могут быть рассеянные склеерозы. И мы тренируемся, выступаем на соревнованиях достаточно успешно, провели все российские соревнования. И сейчас мы готовимся на чемпионат России. На чемпионат страны Валексина наши спортсмены отправятся в середине апреля. Тренировки потом будут продолжены. И на них могут приходить все. Наставники ждут. Для этого надо зайти на сайт Удмуртской организации инвалидов «Благо», где есть все контакты. А юные теннисисты 12 лет и младше готовятся к первенству при Волжье. Накануне они участвовали в отборочном республиканском турнире. Приехали в ИЖС спортсмены со всех городов и районов Удмуртии. Всего около ста человек. Победителем в итоге стали у девушек Виктория Осотова из Воткинска, у юношей ижевчанин Виталий Чепкасов. Наша молодёжь в эти годы ещё не совсем ещё опытная. Но они пытаются, молодцы стараются, добираются у опыта. Я думаю, что всё у них получится. Они хорошие ребятки, зарательные, молодцы, нравятся. На первенство при Волжье в Чебоксары юные теннисисты Удмуртии отправятся 10 апреля. Играли в теннис и ветераны спорта участники городской спартакиады пенсионеров. Заявилось на турнир 14 команд. Победителями стали сборная Октябрьского района Ижевска и команда электромеханического завода «Купол». В апреле они определят в сильнейших соревнованиях по шашкам, плаванию и велоспорту. И в завершении выпуска информация для поклонников гангбола. Завтра, 30 марта, в 6 часов вечера в Дворце спорта Удгу Ижевский университет сыграет в 1-4 финала плей-офф Национальной суперлиги. Соперником нашей команды будет клуб «Астраханочка». Уважаемые болельщики и любители гангбола, приглашаем вас 30 марта в 18.00 на матч против «Астраханочки». Нам очень нужна ваша поддержка. «Астраханочка» является одним из лидеров чемпионата. Но мы будем биться. Нам нужна ваша поддержка. Мы вас ждем. Победитель этой пары выйдет в 1-2 финала. Проигравшие разыграют места с 5 по 8. Это была последняя информация выпуска. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин